Добрый день, дорогие мои друзья, зрители моего канала, подписчики и гости. Друзья, сегодня такой прекрасный репортаж из Семииза. Я обещала вам, это будет два фильма. В первом фильме покажу вам, я посетила вот кафе Селям. Достаточно неплохо, не скажу, что это просто объедение, но вполне достойные хорошие чебуреки. И, как обычно, мы немножечко здесь угостились. И я хочу вам показать меню. Пока я вам рассказываю, если кому-то интересно, вы останавливаете, просто можете цены посмотреть, чтобы как бы прицениться и понимать, что сколько стоит. Я, конечно, люблю чебуреки, друзья. Сейчас я худею, вы знаете, точу фигуру. Но все-таки от чебуреков отказаться хотя бы раз в неделю или раз в 10 дней я не могу. И вам советую тоже, если вы приедете, обязательно попробуйте наши крымские чебуреки. Конечно, очень вкусные и в Олубке, и в Семиизе. Ну, а мы с вами сегодня проинспектируем, посмотрим, что же в Семиизе. Дело в том, что я очень долго не была дома. Вы знаете, что буквально 4 месяца я путешествовала. И в Семиизе вообще еще не была. Это моя первая прогулка в Семиизе, друзья. Я очень люблю ходить пешком. Вот, кстати, меню селям кафе, это называется, на бульварчике. Вот такие красивые чебуреки. Но, значит, я пришла пешком, потому что очень красивая дорога от моего дома. Кто приедет ко мне отдыхать, я обязательно вам покажу эту дорогу. Да и сами можете прогуляться. Это около 2 километров. Находится совершенно недалеко по живописнейшей, прекрасной дороге. Вы будете идти от моего дома прямо в Семииз, прямо в центр придете. Друзья, это вилла-мечта. Очень красивое тоже было в свое время здание. Вот сейчас в таком разобранном состоянии. Все реставрируют. А с другой стороны находится вилла Ксения. Рекомендую вам мои 2 чудесных фильма. История исследования. Кто владел, кто жил и почему так называется. А теперь, друзья, мы с вами на бульваре. Это называется аллея Аполлонов или Кипарисовая аллея, которая выходит к горе кошки. Видите, вот горбик кошки уже там виднеется. Ну вот тут художник попался какой-то новый. Я его не знаю. Очень мне понравились его работы. Я даже вот ролик тут 2 раза пустила. Посмотрите, как-то я постеснялась, не спросила, можно снимать нельзя. Некоторые не разрешают. Но у него очень много работы, очень неплохие работы. Мне понравилось. Думаю, что в следующий раз пойду на прогулку. Обязательно зайду, посмотрю. Ну вот, друзья, народу было очень много. Это еще вечер, вечерей, предвечернее время. Но когда спустился уже вечер на семииз, то народу стало намного больше. Друзья, в семиизе людей очень много. Если в Алубке у нас довольно просторно, ну, много отдыхающих. Ну, немножечко меньше, чем обычно. Сами знаете, по каким причинам. То есть семииз наполнен. Конечно, не протолкнуться. И на пляже, думаю, днем. Как-нибудь тоже схожу, друзья, на пляж днем. Итак, перед вами ежики. Знаменитое кафе. Это у нас приходит тут радужная публика. Сами понимаете, что это означает. Я тоже люблю иногда прийти сюда. Особенно мне нравится их шоу трансвеститов. Очень красивое зрелище. Раньше, во всяком случае, это было очень красиво, достойно, на хорошем, высоком уровне. Сейчас, не знаю, друзья, по-моему, среда, суббота так и остается. Я, конечно, в этот раз не зашла. Только заглянула, потому что это было в годы моей молодости. Я ведь 30 лет уже здесь почти. И это было любимое мое место. И моих гостей мы часто посещали. И, друзья, новость. Целый стадион отстроили на том поле, которое примыкает к кафе ежики. Там был какой-то ужасный, безобразный пустырь. Ну, просто ужасный. Всегда это портило настроение. Какое-то запустение. Ну, просто запустение какое-то было. И теперь, друзья, посмотрите, какой стадион. Это же не просто площадка. Это целый стадион построили. Я в восторге. Я просто не могла. Вот даже, знаете, смотрю и глазам своим поверить не могу, друзья. И трибуны слева. И посмотрите, какое покрытие и какие оснащения. И, конечно, посмотрите, гора окошка выглядывает и ушком, и спинкой. Это просто потрясающая красота. Восторгу моему не было предела. Я вообще, когда прихожу в Семьиз, я очень люблю жить бы. Я, конечно, тут не хотела. Потому что очень тяжело жить местным жителям вот в такой сутолоке. Летом просто невозможно никуда подойти. А вот прогуляться, это просто великолепно. Поэтому, когда вы ко мне приедете, снимите у меня жилье. Я сдаю бюджетное жилье, недорогое, что очень актуально в теперешнее наше непростое время. Друзья, в этом году, на следующий год всегда вас жду. И, конечно, вас буду сопровождать. Везде покажу, все расскажу. Я, конечно, очень люблю сама прогуливаться. И, ну, я постоянно снимать хожу. Поэтому для меня каждая прогулка – это возможность что-то для вас показать, поднять вам настроение, ознакомить с какими-то новыми местами. Друзья, здесь детская площадка, великолепные перголы, много лавочек. Это зона отдыха, она уже, ну, я думаю, пару лет как построена. А вот стадион я увидела впервые. Или мы его назовем, ну, большая спортплощадка или стадион. Итак, друзья, мы с вами движемся вниз к Диви. К удивительной скале и прекрасным пляжам. Вот здесь кафе, по-моему, называется «Барашки». Я тут давно не была. Если вы пойдете вот сюда, это гора Панеа. Я все никак грожусь снять фильм. У меня материал есть очень интересный. Там были римские форпосты или даже небольшая крепость римская была. Это очень маленькая, небольшая скала или гора, как сказать. Она выглядит такая, треугольной формы рядом с Дивой. И вот, друзья, начинаются ступеньки. Конечно, хочется тут тоже реставрации, потому что ступенечки старые. Давно тут, ну, я думаю, что и до этого дойдет время. И когда-то это все отреставрировать. А сейчас, друзья, будет потрясающей красоты кадры. Итак, перед вами сначала лестница. Вот куда мальчик пошел, эта лестница ведет к морю. А я вас хочу привезти и показать вам вот эту чудесную, типа, ротонды. Такую смотровую площадку. Друзья, это самый красивый вид на Диву. Один из самых прекрасных видов. И вода вот эта лазурная, и голубая, и все цвета, оттенки просто даже не перечислите. Зеленая какая-то вода. Посмотрите, какая красота. Ну, конечно, Дива это уникальнейшее место. Это просто счастье. Вот жить рядом. Я, между прочим, из своего дома, из своего окна, ну, не Диву вижу, а я вижу гору Кошку. И когда я выхожу возле дома на трассу, вот буквально 10 шагов, то я вижу и Диву, и Кошку, и Панеа. И, в общем, весь Семьиз открывается у нас прекрасно. Потому что мы немножечко высоковато, и поэтому прекрасные ландшафты, все это видно. Семьиз в двух километрах от моего дома. Ну, друзья, здесь не могла, конечно, я тоже рукодельница, и не могла удовольствия себе отказать, показать мастерице. Что-то тут мастерят, продают. Я всегда очень этому радуюсь. А сейчас, друзья, будет очень много Дивы. Любуйтесь, наполняйтесь, мои дорогие. Это предвечерние часы, вот этот покой. Посмотрите, какая зеркальная, спокойная вода. Вот эта девушка изумительно романтична, как та самая русалка. Помните, в Мисхоре есть русалка на камне. И мне очень девушка это напомнила. Друзья, я вижу счастливых людей, влюбленные пары. Гуляющих с детками, со своими семьей. Ой, ну вы знаете, это просто какое-то счастье. Вот как они это вечером купались. Я уже, конечно, в этот вечер не купалась. Я была хорошо одета. И, в общем, я на прогулку пришла чисто для съемки. Но люди купались даже ночью. Сейчас будут сгущаться сумерки. И я вот эти предвечерние часы, вот эти минуты счастья хотела очень вам показать. Вот тут такой небольшой помостик, лесенка. И мы с вами уже на пляже Дива. Еще здесь дискотека раньше была. Она называлась Фрегат. Я не знаю, как она сейчас называется. Это я крупным планом вам показываю то, что свершило море. Тот пляж огромный, современный. Вот он там вдали светится. Мы с вами сейчас туда пойдем. Оттуда море перенесло чудо. Вот эти белые камни прилетели с того пляжа. Конечно, люди насыпали. Здесь всегда серые камушки были. А сейчас, друзья, очень много белых камней. Это особенные камни. Ими засыпали новый огромный пляж, который строили. У меня тоже много фильмов о строительстве этого пляжа. И как его завершили, это строительство. На моем канале заходите там на плейлистах. В плейлистах вы можете очень много всего интересного посмотреть. Исторических всяких различных сюжетов. Потому что я уже 3 года, 3,5 года, друзья, для вас снимаю вот эту красоту. И стараюсь запечатлеть все. А теперь у нас иллюминация. Посмотрите, какая красота. Это где-то стоит, ну, какая-то световая пушка. И она вот так освещает волшебно диву. Дива, конечно, похожа на какой-то парусник. Такое есть особое напряжение в ней. Она куда-то стремится. Ну, то есть это такое внутреннее какое-то движение есть у этого огромного камня. Ну, вот тут стоял какой-то катер такой, знаете, прям серьезный. Мне очень понравился. Я решила снять. Итак, друзья, мы с вами движемся. Сейчас будут не очень качественные. В начале только. Потом дальше все у меня. Камера настроится. Вы знаете, сгустились сумерки. И вот какое-то вот такое не очень резкое. Ну, вот любовалась, конечно, на этих людей, на их счастье. Вы знаете, это все нужно впитывать. Чужое счастье. Никогда никому не завидуете, а просто старайтесь присоединиться туда и радоваться. И тогда вы получите толику этой радости. Вот это так работает энергетически. Вот эти вот связи и каналы. То есть надо радоваться чужой радости. Понимаете? Вот, друзья, но это все философия жизни. Когда-нибудь я вам, я просто эзотерикой занимаюсь. Очень серьезно. Я делаю консультации Бадзи. И читаю судьбу людей. И делаю гороскопы. Друзья, сейчас я вам показываю свою домашнюю станцию Метео. Которая показывает температуру, чтобы вы видели. Ну, на сегодня все. Ждите следующий фильм продолжения. Это будет ярмарка мастеров на набережной Симеиза. Друзья, с вами, как всегда, была ваша Евгения. И до новых прекрасных встреч на моем канале.